Мы едем по улице Пятницкая, которую переделали под более пешеходную, тут всего для полосы движения стало, и очень широкие тротуарные и велодорожки. У нас тишина в кое-веки в машине, и мы решили покататься по центру Москвы на машине, таким образом они спят, дневной сон, а мы наслаждаемся видами, и можем показать немного. Нам тут пришлось переодеться, Даринке купить одежду, заехать мне, соответственно, потому что то, что она испачкалась, она на мне. И пока вот это все происходило, уже 7 часов вечера. Мы решили отложить поездку в Детский мир на завтра, да, Тим? Нет. Да. А сегодня посетить центр, вот куда мы сегодня едем, хоть пройдемся, потому что на завтра обещают очень плохую погоду. Вот, кстати, этот бас экскурсионный стоит и ждет. У нас на беглителе продолжается. Ну, конечно, продолжается Артемий, да, как без приключений. Самая классная часть города, Кремль сейчас, ну, он уже виднеется, красавчик. Дарина, здесь камера, да, да. А там где он там? А, один из нас спросите, это слева. Тут думаем, удастся ли нам припарковаться возле, ну, поближе прям к Кремлю, да, к Красной площади. И вообще по воскресеньям нам Дим сказал, что бесплатная парковка на паркингах, городских, даже в центре. Ну, конечно, они будут, скорее всего, заняты, но, может, нам повезет где-нибудь припарковаться. Большой диагноз! Привет! Привет, Саня, как мы на педине? Помогу. Еще? Когда до оперы на родственке. Не до какой степени мы оккультуриваемся, пока ограничились планетарием. Я, между прочим, был в Малом театре на спектакле. Бе-бе-бе. Как сейчас помню, волки и овцы. Йоу. Это. Йоу. Волки и овцы. О чем шла речь, папа? Какая мораль? Да. Сей бастер. Вот такой. Во. Такая. Я тоже любила посещать театры, опереты. Кстати говоря, мы с тобой были в театре. Мы были на мюзикле. И не раз. Ну, тут какая-то странная организация движения, что реально. Едешь-едешь, на парковку не попадаешь. А на парковку можно встать? Хорошо, спасибо. Папа поговорил с паркой этой штукой. А что она тебе сказала? Она сказала, что сейчас сотрудник наш подойдет. Стоит. 200 рублей за час хотят на этой парковке. Стоит. Будем ставить. Но здесь хотя бы есть ради чего. Все-таки около Кремля практически. Давай. Все, мы поставили машину, разобрались с парковкой. Около гостиницы, метрополь. Вот. И идем в сторону, где горят огонечки всевозможные. В сторону Манежной площади. Да, вот Папа и лучше знать. Идем, Тём. Про бультерьера? Про бультерьера? Что про бультерьера? Да, Тёма подошел близко. Или ногой закрыл дядька. Ведут в центре Москвы бультерьера этого свиномордого. Безнамордника. Безнамордника вообще. А у нас же бестолковый. Он всех собак любит. Как отхватил, обтянул. Так, тут что у нас? Это подкворк. Здесь все приветливые в этой части города. Тёма сейчас найдется друзей. Здоровается, хочет на карусель. Да, прикольная карусель. Очень красиво. Давайте сфоткаемся на поле неё. Да, это не пират, но какая им пирата. Пират. Пират, да. Петр первый, пожалуй. Прогуливается с Екатериной. Но она занята в телефон, не правда. Идём, посмотрим. Очень неправдоподобный персонаж. И не похожий на кого. Вообще ни на кого не похожий. Тёма узнал в Пиратовне. Людмила Гурченко. Вот такие вот щиты по всей Москве. Сфоткай меня. Тёма просит сфоткаться. А с кем именно тебя? Вот так. Вот так. Ну круто, давай сфоткай. Всё, а сфоткай. 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 Всё, а ещё? Да. Всё? Да. Что-то там очередь к аппарату такому. Там какие-то фото на Кромакей, что ли? Фото на Кромакей. Фото конкурс, выигрыш, два билета на чемпионат мира по Кромакей. Да? За селфи. Не хочешь поучаствовать? На всю толпу свой номер телефона написать электронной почте. На озере. Я хочу покататься. Ну тут такая же амуница, как на сноуборд. А мы только сноуборд распродаём. Чё, не распродали. На новые эти закупки мы пока не готовы вот этого всего оборудования. Ой. Ну чё, он немного упал. Много упал. Идём смотреть, дай гадать. Мама. Мама. Ау. Моя мама покатинка. Круто. Артемий снова проявляет чудеса коммуникации. Я не знаю, кем он будет. Но мы тоже в дорогу седаем. Да. Всем не холодно, да? Как-то мы вышли, ветер задувал. И здесь столько людей обычно всегда в толпе ходишь. И тепло. Пахнет горелым. Мы уже второй раз натыкаемся, да? У нас в парке здесь это новая модная сильно фишка, да? Наверное. Раз её поставили в центре Москвы именно эту, на празднование. Значит, да. Ну, это просто прикольно. Да, вот они так отсюда в восторге. От людей. Красоты. Сейчас поедет. Если мы собираемся пойти на площадь, то надо постоять там в очереди. Через утра. А, сегодня последний день вот этого концерта же поедет. А, это Спасская башня? Спасская башня. Просто так прекрасно не пройти. Нет, по билетам ходят. Понятно. Не попадаем мы на Красную площадь, понятно? Мы не попадаем на Красную. Нам идёт концерт и вход только по билетам. А где же ещё такая большая толпа, все из билетов? Ну, ладно. Пойдём. Сегодня концерт, завтра уже всё это безобразие закончится, поэтому завтра можно будет попасть. Но, если у нас время опять же останется и погода. Тут как бы такой момент. Ну, ладно. Не последний раз в Москве. Ну, и бывали, как бы... И не первый. И не первый. Мы сейчас присядем на скамейку и напишем номера телефона свои, положим Артему в карман. Потому что он вчера у нас в парке терялся два раза. Это происходит внезапно, спонтанно. А здесь это ужас какой-то, конечно, сколько людей не найдёт. Пойдём, присядем куда-то. Вот здесь. Дали ценные указания Артемию. Тёма, где у тебя телефон, мама и папа лежат? Кармашки? Кому нужно подходить, если потеряешься? К бойцейскому. Хорошо. Как тебя зовут? Давайте сделаем красивый снимечку. Спасибо. Вот ходят Петры первые, заманивают на селфи. Но этот хотя бы общительный какой-то, симпатичный. Там один Пётр Первый залип в телефоне, в Инстаграме. Не может оторваться, чтобы с кем-то поговорить. Как Тёма говорит, папа, ты завис. Вот и Пётр завис. Цветочек, любимый? Моя любимая. Цветочек, на тебе. Цветочек. Я тебе подарил такой цветочек. Один цветочек, другой цветочек. Ваа, как красиво. Я посмотрим, красивые цветы. У Александра, садочек красиво. Тем более, наверное, в преддверии праздника понавысаживали новых. Тут всегда высаживают. Вот они. Красный. Почётный караул там стоит. Вечный огонь. Артемий Попытка опять познакомится. Арина, шарик чудесный. Наконец-таки ты его встретила. В центре совсем другая атмосфера, да, чем в другой в Москве. Вот в Москве они разные. Так же, как и разный Краснодар. Как и любой другой город. Мы когда в какой-нибудь трущобный район заедем, Краснодар, мы такие, вот, для некоторых Краснодар такой. Поэтому можно часто слышать, да, ну, там, в Москве тоже можно заедем какой-нибудь район, типа Берлёва. Ну, да. Ну, и не выходя из него. Ты тоже выходишь и думаешь, ну, как бы, ну, и зачем это Москва. А тут совершенно другое дело. Тут прям отдельная Москва. Работающие люди не в Госдуме тут часто не бывают. Друзья, а почему Москва город молодёжи, да, тут молодёжь часто тусуется в центре, ездит, вот они все на роликах, на шмоликах. Да, там фонтан крутой с лошадьми, сейчас мы пойдём его осмотреть. Пойду посмотрю. Нет, один не пойдёт, давай мне руку, пойдём с тобой. Охотный ряд. Ой, где мой лезь? Да, ты тоже, водяные всякие. Фонтанчик с лошадьми. Тоже хочу здесь фоткаться, но без этих темнокожих Петров. Только я хочу одна. Хорошо. Ты сам, Иван Грозный ходит. Он выглядывает. Короче, села фоткаться, набежали, и Петры Первые, давай в кадр лезть. Давай руки в кадр пихать, фонтан загораживать. Говорят, уберём за 300 рублей. Давайте, говорим. Или типа со мной за 300, или я уйду, но всё равно 300. Давай с Петром, говорит. Говорит, денег попросите. Ну, чё, ничего. Куда к себе Петры не ведут, если честно? Да, решёнка тоже ходит в посёлки. Аната, первый раз у нас в Москве. Эй! Решали. До, Руня! Огородили, не было раньше огорожено. Мы ходили и фоткались внутри. Надо по-другому не рассказать. Нет, по-моему, там было огорожено, но никому не мешало ходить и ходить. Нет, не было, по-другому не было дорожки. А, может, там было? А ну, и сейчас по большому счёту, там можно... Артемий там опять зазнакомился с кем? Этот робот, а, мол, типа повод. Как люди ходят там, есть предпорники? Смотри, у меня робота. Смотри, что у меня есть. Смотри, что у меня есть. Дарина, смотри, сколько цветочков росли. Вот так будем ходить по-другому. В Москве и цветы подсвечивать, чтобы понимать, какого они цвета. Да, они такие яркие, насыщенные, мне кажется, их не надо подсвечивать. Тут, по-моему, продолжается выступление уже прямо на улице оркестра. Мы сейчас что-то увидим и слышим, да, Тём? Тёма впечатлился уже. Тёма впечатлился! Тёма впечатлился! Тёма впечатлился! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...